Мы ходим по ней, не зная, что в ней скрыто от наших глаз Что люди нашли в глубинах земли, об этом наш рассказ Что под нами, под ногами Третьеклассник Сеня любит подолгу гулять со своим дедушкой Виталий Иванович, в молодости работавший геологом, так интересно рассказывает о каждом камешке и каждой песчинке вокруг, что Сеня забывает обо всем остальном Так и сегодня, на улице прохладно, но дед и внук не торопятся домой Ух, холодно сегодня, дедушка, и скользко Ну, конечно, ведь ночью заморозки были, то есть температура опускалась ниже 0 градусов Вот, все лужи покрылись льдом Ура, как я люблю по ним прыгать, лед на них тоненький и так здорово трескается А еще, смотри, какой он прозрачный, все насквозь видно Хоть туфли Золушки делай из-за льда, он такой прозрачный и красивый Хе-хе, действительно, как горный хрусталь Кстати, в древности так и считали, что хрусталь – это окаменевший лед Хе-хе, это же стекло Ну, если серьезно, Арсений, горный хрусталь – это минерал Прозрачный, да, очень похожий на лед Это что, он в природе есть? В горах? Конечно, потому так и называется Настоящий горный хрусталь почти на всех континентах можно найти В России его добывают, например, на Урале, в Якутии, Забайкалье Но, хочу сказать, его не так много в природе Поэтому люди научились делать искусственный хрусталь из стекла Оф, ну вот, я же говорил, что это стекло Стекло, да не совсем В него добавляют разные вещества Обязательно свинец И в особом оборудовании, типа большой-большой кастрюли Как у вас в школьной столовой Готовят Ничего себе, хрустальная каша А в природе хрусталь растет Чего? Как живой? В виде кристаллов Они похожи на очень крупную соль Эти кристаллы постепенно соединяются друг с другом И получаются такие штуки, будто много-много прямоугольных неровных сосулек Склеились вместе Ух ты, как в мультике А большие они вырастают? Разные Иногда находят куски горного хрусталя весом около тонны Ничего себе Это же, это же сто Ой, нет, тысяча килограммов Да Это если весь ваш третий класс вместе с учительницей взвесить Как раз получится примерно тонна Здорово как А что лучше, дед? Настоящий горный хрусталь или искусственный? Ух, Синя Даже не знаю, как тебе ответить Искусственный хрусталь чистый-чистый За его прозрачностью следят на заводе А настоящий грязный, что ли? В кристаллах природного хрусталя Могут быть маленькие пузырьки воздуха Или мелкие камешки Совсем чистый горный хрусталь редко бывает Поэтому ценится очень высоко А это ведь очень важно, чтобы хрусталь был прозрачным А зачем же он нужен? Понятно в сказках Туфли там сделать золушке Ларец кощею Хрусталь применяется, например, в электронике и радиотехнике Что-то ты путаешь, дедуля Есть же у нас дома радиоприемник Никакой он не хрустальный Эх, Арсений Хрусталь внутри приборов используют Для деталей всяких, а не снаружи А-а-а, их и не видно совсем Кстати, в древнем Китае из горного хрусталя делали линзы Это то, что вставляется в оправу очков или лупы Ой, я вспомнил Люстры у нас дома тоже ведь хрустальные А бабушка по праздникам хрустальные бокалы достает из шкафа Правильно говоришь Из хрусталя бокалы, вазы делают, люстры, сувенирчики Если они из искусственного хрусталя, то их, как и стеклянные, выплавляют А если из настоящего, то вырезают, как из камня И шлифуют, как грани алмаза, чтобы изделия были гладкими и блестели Поэтому они такие красивые Кстати, и украшения разные из хрусталя создают Сейчас, насколько я знаю, в моде стразы Их тоже могут из хрусталя делать Да? Надо Полинке сказать, вот она удивится Но, скорее всего, у твоей одноклассницы они из искусственного хрусталя А вот у царей разных и королей вещи из настоящего горного хрусталя были Он очень медленно нагревается Поэтому, например, в такой посуде вода долго остается прохладной даже в сильную жару Так вот, отчего раньше думали, что хрусталь – это окаменевший лед В давние времена, внук, вообще, когда людям не хватало знаний объяснить какие-то вещи Они придумывали что-то сказочное Вот, например, взять природный газ Он иногда вырывается из-под земли и сам загорается А древние люди считали, что это огнедышащее чудовище Но сейчас люди его приручили и знают Природный газ – это не чудовище вовсе, а очень полезное ископаемое Точно! А его добычей и переработкой в России занимается Газпром Вот какие мы, современные люди, умные! Ура-ура! Ой, поскользнулся! Больно, деда! Допрыгался! Все, Арсений, пойдем домой! Быстрее! Мне надо Полине позвонить и рассказать про горный хрусталь Минерал, который растет в виде кристаллов и встречается почти на всех континентах В настоящее время человек научился создавать искусственный хрусталь Из него делают посуду, украшения, линзы Хрусталь применяют в электронике, радиотехнике Что под нами, под ногами